Россия, священная наша держа! Гимном «Россия» знаменовалось открытие школьного стадиона в поселке Володарского. Полноценной спортивной площадке, которая бы располагала большим футбольным полем, ученики и преподаватели учебного заведения ждали долгие годы. И вот в рамках программы «Школьный двор» вслед за стремительно строящимися городскими стадионами очередь дошла и до сельских поселений. Это уже третий сельский стадион. До этого мы открывали в городских школах. Вы знаете, что мы открыли стадион в Бутовской школе номер 2. Он тоже уже у нас работает. Мы открыли до этого стадион в Молоковской школе. На подходе у нас стадион в Измайловской школе. Мы сейчас прорабатываем возможность на следующий год строительства подобного спортивного ядра в Развилковской среднеобразовательной школе. Всего два месяца потребовалось строителям, чтобы сделать такую хорошую спортивную зону. Помимо футбольного поля с качественным искусственным покрытием, на стадионе есть легкоатлетические полосы, баскетбольные и воркаут-площадки. Все это даст возможность разнообразить уроки физкультуры и позволить детям беспрепятственно сдавать нормы ГТО. Ведь, как известно, сейчас это является обязательным требованием школьной программы. Я надеюсь, что все-таки дети, которые еще к спорту не подошли, они увидят, насколько это интересно, удобно и нужно. Ну и в заключении, наверное, нормы ГТО. Спасибо, что наш президент к этому подошел, к нормативу. В свое время я училась в школе, у нас нормативы тоже были. И я думаю, что он позволит нам не только сдавать, но и золотой значок как минимум. Для Лизы из восьмого класса открытие стадиона – это не просто возможность заниматься физкультурой на свежем воздухе. Девочка увлекается баскетболом и была очень рада, когда увидела, что здесь, помимо всего прочего, установили баскетбольные кольца. Ведь школьница намерена связать свою жизнь с этим видом спорта. Сейчас она готовится к поступлению в Институт физкультуры. Благодаря тому, что построили такой замечательный стадион, я могу развивать свои умения в баскетболе или подобных ему спорту и потом продвигаться в жизни, потому что решила связать свою жизнь с таким чудесным видом спорта. В неурочное время стадионом смогут пользоваться все жители поселка Володарского. Для этого предусмотрен отдельный вход на площадку, минуя школу. Юлия Погося, Наталья Буслаева, Александр Беляков, Евгений Петров, Ирина Кошлева. Видное ТВ.